МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Белое море", шлама-накопитель на территории бывшего завода Капролоктан, давно стало объектом пристального внимания экологов, и не только нижегородских. Само существование этого объекта предмет бесконечных домыслов, по большей части, несоответствующих действительности. Крупнейшая российская нефтехимическая компания Сибур организовала пресс-тур на этот закрытый объект, чтобы экологи и журналисты Москвы, Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстова сами смогли сделать вывод о степени опасности Белого моря. Поводом для его проведения послужило обращение в компанию Сибур Нижегородского экологического центра Дронт. В рамках пресс-тура специалисты Сибура представили презентацию о Белом море и рассказали о том, какие планы есть у руководства компании в отношении этого объекта. Шлам-накопитель достался Сибуру по наследству от завода Капролактам. Причем отходы собственности Сибура составляют менее 1% от общего содержимого сооружения. Мы не отказываемся от ответственности за те объекты плачевных опасностей, которые в основном достались в наследство от советской промышленности. Сибур образован только в середине 90-х годов. Мы считаем, что главный ключ к решению этих проблем это ввод новых мощностей, а Сибур ориентируется на самые современные стандарты, технологии. И по мере ввода новых мощностей появится основание для закрытия старых. Только так можно подходить к решению экологических проблем. По результатам химических анализов, которые выполнили специалисты научно-технического центра дочернего предприятия Сибура, компании Сибурнефтехим, состав шлама – это нетоксичные смеси нерастворимых солей и воды, четвертого класса опасности или малоопасные. Анализ на диоксины показал, что их содержание находится в пределах нормы таких стран, как Италия и Германия, для почв, неиспользуемых в сельском хозяйстве. Львиная доля шламов поступала в Белое море с производства окиси этилена и гликолей и площадки открытого электролиза, производства хлора, каустика и продуктов синтеза. Реконструкция и модернизация производства окиси этилена и гликолей исключила образование шламов. Небольшие количество солей в шламонакопитель складируются с площадки открытого электролиза, и при минимальных объемах отходов эксплуатировать шламонакопитель можно еще на протяжении 5-7 лет. Но уже сегодня в Сибуре планируют варианты дальнейшего существования Белого моря. Как стало ясно из презентации, в отношении Белого моря возможны два сценария. Первый – консервация объекта в соответствии с действующими промышленными и экологическими стандартами. Для этого нужно провести всесторонние исследования, чтобы оценить степень влияния шламонакопителя на окружающую среду, а в дальнейшем, уже после консервации, вести постоянный мониторинг объекта. В настоящий момент мы объявили тендер на разработку проекта. Тендер заканчивается апрель-май, приблизительно полтора года на разработку самого проекта, на получение разрешения на согласование. Ну и далее начнется плановое… Ну мы должны оценить хотя бы затраты, которые будут, чтобы подготовить материальные и денежные ресурсы для обеспечения утилизации этого шламонакопителя. Дмитрий Аненков подчеркнул, что после заполнения Белого моря новый шламонакопитель на территории Сибурнефтехима сооружаться не будет. После технической модернизации основных производств в этом просто нет необходимости. Второй вариант использования шламов Белого моря – их переработка. Из солей Белого моря можно получать известь, гипс, цемент и хлористый кальций. Проект переработки рассматривается совместно с правительством Нижегородской области. Проекты по переработке шламов не являются экономически выгодными для предприятия и тем более не привлекательны для инвесторов и могут быть скорее репутационными инвестициями. Наша компания себя позиционирует как экологически чистую компанию. Мы планируем внедрять новое производство, которое у нас развивается сейчас на Тобольске, в Кстове и предполагается еще в Томске. Это будут самые последние достижения в области нефтехимии. Поэтому экологически чистое место после себя мы хотим оставить своим детям, своим работникам, которые здесь будут работать, минимум нанося ущербу экологии и максимум обеспечивая безопасность работы для сотрудников своих, для горожан, для местных поселений. В ходе пресс-туры экологи задавали много вопросов о влиянии шлама накопителя на окружающую среду и подземные воды и о том, как повлияет подъем уровня Чебоксарского водохранилища на уровень грунтовых вод в Дзержинске и, соответственно, экологическую обстановку. Спрашивали и о том, какие меры принимает компания Сибур для обеспечения экологической безопасности своих производств. Молодые люди и жители Дзержинска, они все хотят работать на безопасных производствах, хотят рожать здоровых детей и хотят развиваться. И поэтому этот принцип очень важен. Инвесторы, которые приходят на площадку, и вы слышали, что на эту площадку, там Дзержинска, будут приходить инвесторы по переработке ПВХ, инвесторы задают первый вопрос, есть ли у вас кадры. А кадры задают второй вопрос, а комфортно ли у вас здесь жить, а что у вас за город Дзержинск? Мы про него много слышали. И поэтому, естественно, это экономическая целесообразность, решение экологических проблем таким вот методом, это обновление производства, это новое технологическое оборудование. В лаборатории производства окиси этилена и гликоли экологам и журналистам подробно рассказали, по каким параметрам ежедневно контролируется окружающая среда на территории завода. Есть контроль на источниках выбросов, да, то есть нам нормируют, что этот источник может выбросить столько-то. Кроме того, есть еще контроль на качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Наша задача проконтролировать, чтобы этого превышения не было на источнике. Процесс утилизации ПНГ – это один из решающих факторов всебора в экологию. А сжигание его – это колоссальный выброс СО2 в атмосферу. Это действительно то, с чем борются сейчас цивилизованные миры, создаются различные конвенции, которые рассматривают эти вопросы и так далее. Мы как раз начинаем процесс утилизации. Поэтому, если сравнивать предотвращение ущерба от сжигания СО2 с собственными выбросами компании от ее производственной деятельности, то здесь колоссальная в разы разница. Ну а результатом Пресс-тура стала принципиальная договоренность о продолжении диалога общественности и бизнеса. Вот то мероприятие, которое стартовало сегодня, это только начало работы по открытому, откровенному объяснению по экологической обстановке в городе Дзержинске. И для того, чтобы исключить все домыслы на этот счет, я думаю, не составить большого труда руководство других предприятий убедить сделать аналогичные шаги. Дзержинск может вылезти из той неблагополучной ситуации, какая есть, только открытостью, показывая, что он осознает проблемы и что он их решает. Подвергаясь фактически регулярно такому общественному контролю и отчету, мы резко увеличиваем и ту же инвестиционную привлекательность в Дзержинске, и резко снимаем напряги, которые не нужны. И главное, что все начинают понимать, что происходит, все видят, и вот все эти чувства тревожности, напряги, они просто исчезают. Эксперты сошлись во мнении, что Сибур на деле стремится доказать, что химическая отрасль может держаться принятых в мире экологических стандартов. И обсуждение проблемы шлама накопителя Белое море в Дзержинске только один из примеров деятельности компании в этом направлении.